Порт – железная дорога. Проблемы взаимодействия железнодорожного транспорта с морским обсудили на встрече в издательском доме «Гудок». Объем грузопотока, в особенности в порте Северного Кавказа, продолжает расти. Одновременно усугубляется и ряд проблем. Из-за нестабильной работы, несвоевременного подвода флотов и работы портовой инфраструктуры, за два месяца мы потеряли выгрузки свыше 140 тысяч вагонов. Это значит брошенные поезда, простои. Виной тому отсутствие четкой транспортно-логистической системы и размытая ответственность участников перевозочного процесса. Специалисты уверены, проблемы требуют законодательного решения. Сегодня вступили в силу поправки в устав железнодорожного транспорта и в закон о железнодорожном транспорте. Согласно документам, перевозчик имеет право перемещать порожние вагоны и взимать плату за простой. Но воспользоваться этим на практике пока невозможно. Необходимо законодательно прописать условия, при которых перевозчик может перемещать вагоны на припортовых станциях и отправлять их по истечению определенного количества часов в платный отстой. В Госдуме необходимость поправок признают. Работу планируют начать в ближайшее время. Принято решение комитетом по транспорту с момента вступления закона в силу тщательным образом анализировать, отслеживать с участниками рынка и приступить немедленно при накоплении материала к созданию новой редакции устава железнодорожного транспорта и закона железнодорожных перевозков на этом опыте. Упорядочить логистику, по мнению экспертов, помогут и экономические меры. Так, ФАС призвал активнее использовать для разгрузки переполненных направлений механизм таможенного коридора. В качестве технологических решений наиболее удачными признаны организации перевозок по расписанию и совершенствованию работы логистических центров на припортовых участках.